Стой! Иди меня! Я не успею! На посудку! Друзья, всем привет! Всем доброе утро! С утра у меня была пробежка! Маршрутка у нас с 1 числа с этого года стоит евро 50. Один проезд в одну сторону евро 50. Если вы, конечно, покупаете билет в магазине, то он будет стоить 90 центов. А вот если вы покупаете билет именно у водителя, маршрутки, там, не знаю, автобуса, то он будет стоить евро 50. Будете спрашивать, почему у меня такие с утра аттракционы. Мы на днях с Настюшей оставили, отвезли машинку в сервис, Леон, да? И я думал, что я ее заберу сегодня в течение дня. А потом мне позвонил мастер, сказал, что машинка готова вчера уже. Вчера не было времени. И до 12 я должен сегодня ее забрать. Изначально думал, что с Настюшей вместе заберем машинку, да? Знаете, как я на Бэхе пойду, а потом она пересядет в Леончик. Ну, а мы сегодня долго спали. Так, машинку я забрал. Блин, у нас ночью, кстати, было минус 12 градусов. Да, можно было на маршрутке билет не покупать. Эти две остановки, всего лишь три остановки ехать с одного райончика в другой. И можно было эти остановки проехать зайцем. Но если вас поймают контролеры... А, помни, мочи! Слушай, как в первостых залоги елку у нас срочно. Хотя мы же поливали, да, ее? Да, но хотя мы уехали на 6 дней, и мы ее не поливали. Может быть, из-за этого она тоже... Ну, может, да. У-у-у, поди, молодец! Господи! Да, именно сегодня мы решили. А потому что именно сегодня у нас свободное время. Ну, так вышло. Ты, который они делали, игрушечки тоже положи в пакетик. Да, я все сюда влюх. Аккуратненько. Влезут в стены сюда? Да, влезут. Кажется, мы в маленький пакетик взяли, и надо было больше играть. Давай елочку. У меня есть больше, да? Да, давай. Ну вот, осталось снять фонарик, и праздника как не бывало. Многие пишут, что жалко снимать елочки. Гномиков Деда Морозов тоже. Покажи, кстати, гномиков. Я пока... Смотрите, нам дарили Наташа и Сережа какого-то. Да, с девчонками. Было в подарочке. Такой милый гном. А туда его. Он теперь пировок нам всегда напоминает. Туда его и это. В пакетик. Так вот, многие пишут, что елочку убирать жалко. Нам каждый год не жалко. Мы, нам... Мы, знаете, как у нас получается? Мы с огромной радостью ее ставим. Всегда, блядь. Ну, прям, вот знаете, прям ставишь и вау, да? Каждый год. Каждый год красиво, каждый год кажется уютно. То есть, бомба, да? А потом, когда ее убираешь и тоже так выдыхаешь и думаешь, боже, как уютно без елки. Так классно. Ага, ты сильно не наступай, потому что... Лучше принеси пылесос с комнаты. Слушай, а можешь что-то стелить сразу на пол? Нет, нет. Смотри, сказали. Просто пропылесосим. Давай ковер отодвинь подальше. Ковра мы еще до июля будем вытаскивать, думаю. Вам лайфхак. Чтобы не нести елку через всю квартиру, каждый год мы делаем так. И чтобы потом не подлетать весь подъезд, весь дом. Нифига себе. Привет! Привет! Опа! Так, отойди, отойди. Интересный момент. Ты маленькую взял тряпочку. Заворачиваем. И ночью выносим. На плече. Чтобы соседи пошушукались. Палисукались. Так, значит, сейчас ты выносишь, а я палисошу. Да. Классно придумала. Мы с тобой так делаем каждый год. Господи, какая она кормила. Максим, помогай папе, пожалуйста. Молодец. Да, вот именно так, да. Напишите, как вы это делаете. Рычит на тебя? Не ходи к ней. Пока. Я пошел. Ребят, смотрите, написали локоны, не держатся долго. Я вроде такого не говорила. Смотрите, у меня сегодня до сих пор. Вот так мне нравится больше, когда они подраспускаются. И классно. Смотрите, куда поставили. Домовенок теперь будет здесь. Мне он так нравится вообще. Такой милый охранять теперь будет. Сейчас прочитала комментарии. И мне это такое дало хороший... Короче, я поразмыслила очень классно сейчас. Хочу с вами поделиться. Мне написали комментарий, чтобы я не считала себя красавицей. Знаете, написала вроде девушку Полина. Я хочу сказать, что очень не повезло Полина вашим близким и вашим друзьям. Я бы не хотела себе такую подругу. Мне вообще всегда до сих пор удивляет и поражает, когда в 21 веке люди засирают других людей. Когда женщины засирают других женщин. Мне это очень четко понятно почему. Все-таки. Но эти люди не хотят признавать, что у них какие-то проблемы. что у них психологические проблемы. Что у них все это дело от нелюбви к себе. От неуверенности в себе. И от зависти. И вы можете сейчас снова написать было бы чему завидовать. Но не знаю Полина. Я вот себя считаю... Я сама у себя красавица и умница. И я так считаю. И я вам желаю тоже научиться любить себя. Потому что если вы не будете себя любить, никто вас не будет любить. Вы у себя одна. Я желаю вам реально, чтобы вы полюбили себя. С этого нужно начинать. Если вы будете любить себя, вы будете самая счастливая, самая красивая. И вы никогда не напишите такой комментарий. Опять косе... Ой, я думал, что у меня прыщик, а это грязный экранчик. Короче, друзья, знаете что? Пригнал машину я. И когда я ехал, я там снимал видео, я не знаю, мне с ними слилось, но у меня села батарейка. А я говорил, что нам нужно ехать, мне нужно было ехать за машиной три остановки. Я говорил, что можно было эти три остановки проехать за зайцем, но если вас поймает контролер, у нас штраф. Сука, зайка, то, что ты ешь с зайцем. А я откуда стою? А Настя не знает. А я знаю, примерно я знаю. Как кажется, штраф 30 евро, представляете? А билет стоит евро 50. Смотрите, кто у нас здесь. Ваняш, привет. Как дела? День рождения в понедельник, и она нам села на хвостик, чтобы подготовиться немножко. с ума села на хвостик, и она не знает. очень смешно он и монику говорил коробку так сейчас мы приехали к тещик тестью гости давай займут вырезали цветов королеве моей открою открывают дверь заехали в магазинчик купили два очень вкусных тортика взял уже машинку все и выходим идем так наша атмосфера поставил сковородку смотрим стрим моники ярослава они сегодня готовят пиццу в прямом эфире уже приготовили и сегодня на ужин человек молодой вот этот вот чистый картошку готова готова в смысле подготовила я аджика так ребят на паузу аджика огурчики маринованные еще у нас есть такие кирюш такие любят у детей музыка какого детей музыка майонез кому надо кефир и мы сегодня жарим картошку какая у вас хорошая музыка кто-то включил молодец обалдеете думали что приготовить на ужин и поняли что у нас много картошки заметьте на чем насюша режет картошечку в риге мы такой купили и приехали влипают и влепую мы тоже зашли магазин и купили такую замечательную свете а пикины большую таску куда начица какая красота у нас до жареная картошки печь аджичка огурчики камин камин а картошки еще раз послушайте она еще шипит только-только-только мы сейчас смотрим елика и монику как они собирают мозаику сказать зайка сколько это было штук мозаика 50 на 70 там знаете я в детстве я в детстве действие сейчас подождите короче я в детстве мозаик насобирал знаете сока пересобирал это просто у нас был пазл именно у нас было так что вдоль стены стояла секция и на секции стояли картонки и на этих картонах были разные собранные мозаики по 10 тысяч штук по 20 тысяч штук и и я представляю сколько они эту мозаику пазл будут собирать мы пойдем поники в понедельник на день рождения и я уверен что мы все вместе сядем и будем помогать им это делать это очень сложно потому что у них кто на на пазл на пазлы монолиза а это очень сложная мозаика вот и пускай молодежь собирают пускай они успокаивают успокаиваются потому что это очень сильно успокаивает и очень сильно требуется терпение я бы сделала честно вот вот мне нравится сесть вечером спокойно за качалу книг знаете как и потихонечку собираешь я я бы это бы сделал но я знаю что нас все чтобы это не сделала у него бы терпения не хватило бы она сказала что она бы перевернула бы стол уже смотрели на ужин короче друзья чего-то мне перед сном захотелось покушать на все что она сделала вот такой вот не знаю как это назвать ужин переходящий завтрак такая вот красота у меня видите сейчас мы это перекусим поедим и будем заканчивать кто-то мне там в телефоне пишет постоянно сейчас даже давайте на сегодня это а-та дети уже все мы кстати сегодня проснулись пол одиннадцатого вчера больше спать в 11 даже мне кажется около 12 а сегодня наших детей положили спать часиков 10 вечера потому что скоро собираться в школу скоро вставать в садик и нужно будет вставать в 7 утра и поэтому поэтому мы потихонечку входим в режим завтра мы испытаем встаем специально по будильнику находится это никуда не надо пораньше но встаем по будильнику чтобы дети уже привыкали входили в ритм так что все давайте на сегодня все а-та-та спасибо что у нас есть подписываем ставим пальчики вверх и с вами увидимся завтра по будильнику ставим не забывайте